МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду 11 июля. В студии работает Андрей Тен, итак, коротко о главных событиях. В Тимиртау началась реализация проекта строительства второй очереди воздухоразделительной установки компании «Линдегаз Казахстан». 11 июля состоялась торжественная закладка капсулы. Около 30 молодых сельских предпринимателей претендуют на грант Акима области. В первом каворкинг-центре региона состоялась защита бизнес-проектов. Во втором по величине городе Таджикистана Худжандии завершилась международная торговая ярмарка СОК-2018. В пятом масштабном мероприятии приняли участие представители коммерческих организаций восьми стран мира, в том числе и Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил благодарность жителям Карагандинской области за подарок, преподнесенный в честь 20-летнего юбилея Астаны. В частности, в благодарственном письме говорится. Уважаемый Ерлан Жаханович, искренне поздравляю вас и всех жителей Карагандинской области с 20-летием Астаны. Знаменательный юбилей главного города страны, символа независимости Казахстана, является нашим общим праздником. В возведении величественной столицы в сердце Сыра Арки принял участие весь казахстанский народ. В рамках проекта «Регионы в дар Астане» особый подарок преподнесла и Карагандинская область. Монумент Казах-Елины Мын-Алгыс имеет важное историческое значение для нашей страны. Олицетворяя собой трагическую судьбу насильственно переселенных в нашу страну народов, он демонстрирует великий гуманизм казахов, дружбу и единство в нашем полиэтническом обществе. Прекрасным украшением и местом отдыха горожан станет аллея Улытау на территории столичного ботанического сада, благоустроенная усилиями карагандинцев. Выражаю вам и всем жителям региона большую признательность за весомый вклад в процветание Астаны. Желаю вам всем крепкого здоровья и благополучия, отметил глава государства. Электронные карты полей созданы в Карагандинской области. Это позволит контролировать рациональное использование пахотных земель, расход горюче-смазочных материалов и рассчитывать точное количество необходимых пассивных материалов. Об этом на аппаратном совещании доложил руководитель управления сельского хозяйства Саганжан Апакашев. Электронные карты полей – это систематизированный комплекс данных по каждому угодью. Они включают в себя точные границы и характеристики. Создавать их начали в феврале нынешнего года. Полностью работа завершена в восьми районах и пяти городах области. «Практическая ценность электронных карт полей состоит в том, что с их помощью можно проследить за рациональными использованиями пахотных природных земель, оптимизировать расходы ГСМ, планировать в себе оборот рассчитать точные дозы внесения удобрений, планировать необходимое количество пассивного материала. В перспективе планируется осуществлять распределение дизельного топлива для проведения полевых работ в электронном формате в репортале Минагра, что исключает прямой контакт между сельхозтоваропроизводителем и акиматом операторов». Это, в свою очередь, приведет к справедливому распределению топлива, отметил руководитель управления сельского хозяйства. Напомним, что создание электронной карты пахотных полей проходит в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». В областном акимате отметили, что большинство электронных услуг сельхозпроизводители получают в электронном виде. «Впервые через портал Минагра. В текущем году начато субсидирование минеральных удобрений с использованием электронных карт полей. В дальнейшем в таком же формате будет проводиться субсидирование по всем остальным программам. При этом обязательным условием для получения субсидий будет наличие электронных карт полей». Данные электронных карт полей обязательно будут браться за основу при оказании государственных услуг и внедрении элементов точного земледелия. В будущем в Карагандинской области планируют создать аналогичную карту пастбищных угодий. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Тимиртау началась реализация проекта строительства второй очереди воздухоразделительной установки компании «Линдегаз-Казахстан». 11 июля состоялась торжественная закладка капсулы. В церемонии принял участие заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. «И я думаю, что такие моменты нужно сопровождать овациями, друзья». Уже через полтора года на этом месте будет построен второй блок завода по разделению воздуха компании «Линдегаз-Казахстан». Новый блок – это высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выработки кислорода, азота и аргона, которые необходимы для производства чугуна, стали и металлопроката. Стоимость инвестиций составляет порядка 70 миллионов евро. Заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров отметил, что этот проект является важным для всего региона. Первый завод уже несколько лет работает, обслуживает нужды в технических газах «Арселор Миттл». Кроме этого, качество технических газов позволило нам выйти на экспорт. Соседние страны уже закупают, и технические газы здесь. И вот это все позволило нам структурировать сделку по строительству второго завода, который мы сегодня начинаем. При этом предшествовала большая работа и с «Арселор Миттлом». и с центральными государственными органами, которые предоставляют инвестиционные преференции. Ввод в эксплуатацию второго блока позволит увеличить надежность обеспечения цехов потребителей продуктами разделения воздуха и постепенно вывести из эксплуатации собственное производство по разделению воздуха компании «Арселор Миттл Тимиртау». Преимущество данного проекта в том, что продукция в два раза дешевле благодаря более современной и совершенной технологии. И еще один немаловажный факт – производство экологически безопасное. «Это экологически чистое производство, сам процесс включает в себя сжижение воздуха и дальнейшего разделения на составные части – на аргон, кислород и азот. То есть полностью без выбросов». На торжественной церемонии также было отмечено, что новый завод очень компактный, но с точки зрения капитализации очень большой. Это также новые технологии и новые инженерные решения. «Для нас это очень важно с точки зрения прихода новых технологий, потому что Линда – это законодатель моды в промышленном строительстве во всем мире. И инжиниринг, есть Линда инжиниринг – это дочерняя компания этого завода, которая применяет все последние технологии здесь. Поэтому я хочу поздравить всех металлургов в первую очередь, которые пользуются этим техническим газом с этим событием и пожелать удачи строительства этого завода». Основной клиент – металлургический комбинат, но продукция также идет на внутренний рынок и экспортируется в страны ближнего зарубежья – Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан. В завершение церемонии заместитель Акима области Алмаз Айдаров поздравил Тимиртаусов с предстоящим Днем металлургов. «Хочу поблагодарить инициаторов проекта Линда Газ, компанию, что приурочили мы начало строительства к этому празднику, к Дню металлурга и поздравить всех с наступающим. Спасибо». Андрей Тенжа, Суламы Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлена Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде начала работу комиссия, которая определит авторов лучших бизнес-проектов. В текущем году на Гранд Акима области, выделяемый на развитие и поддержку молодежного предпринимательства на селе, претендует около 30 человек. В первом каворкинг-центре региона состоялась защита проектов. Бахтиар Жанбербаев – один из 28 претендентов на Гранд Акима области. Сегодня молодой человек защитил свой бизнес-проект перед специальной комиссией, состоящей из представителей Палаты предпринимателей от Амикен, Ассоциации предпринимателей, депутатов Маслихата, Совета по делам молодежи, а также различных акционерных обществ. У Бахтиара имеется небольшой швейный цех в Бухожраусском районе. Там выполняется пошив практически любой одежды. Молодой предприниматель хочет выиграть грант в 1 миллион тенге, чтобы расширить свой цех и закупить новое оборудование. Ежегодный грант Акима области выделяется для развития и поддержки молодежного предпринимательства на селе. Участники проекта должны соответствовать лишь двум критериям. Их возраст не должен превышать 29 лет, а планируемый бизнес должен дислоцироваться в сельской местности. Десятью годами ранее размер гранта был значительно меньше. В текущем году десяти молодым предпринимателям готовы выделить по миллиону тенге. В свою очередь, обладатели грантов должны будут трудоустроить одного безработного, зарегистрированного в органах занятости. Организаторы отмечают, что проектов много и все они уникальны. Для меня все-таки интересно, чтобы в сельских районах развивалось сельское хозяйство. Тем не менее, время не стоит на месте. И в селах, и в районных центрах должны быть и хорошие, допустим, те же парикмахерские, и те же компьютерные курсы, и те же развитие именно английского языка. То есть, это те направления, которые на сегодняшний день они тоже проявляются, и это тоже очень отравно. За некоторыми, допустим, услугами необязательно приезжать в город. Этого можно действительно получить там у себя с наименьшими затратами, с большим охватом населения именно сельского. Это все-таки такой хороший плюс. Всего для поддержки молодежного предпринимательства на селе с 2005 по 2017 годы было выделено 168 грантов. В этом году число соискателей гранта Акима области составило 28 человек. 18 июля в поселке Ботакара в рамках форума сельской молодежи авторам лучших бизнес-проектов будут вручены гранты. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Во втором по величине городе Таджикистана Худжандия состоялась международная торговая ярмарка. В пятом масштабном мероприятии приняли участие представители коммерческих организаций России, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Южной Кореи, а также Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В рамках ярмарки состоялся торгово-инвестиционный форум, выставка-презентация продукции, а также различные мастер-классы, дискуссионные клубы и конкурсы. Солнечный Таджикистан встретил своих многочисленных гостей из зарубежья народной музыкой. Дружелюбный таджикский народ особенно рад приезду гостей, ведь этот год в стране объявили годом развития туризма и народных ремесел. Значимым событием в предпринимательской жизни страны стало проведение международной торговой ярмарки. Во втором по величине городе Таджикистана Худжанди данное мероприятие проводится в пятый раз. В этом году ярмарка стала уникальной площадкой для заключения деловых сделок и налаживания плодотворного сотрудничества для более 300 компаний из Китая, Белоруссии, Узбекистана, России, Кыргызстана и других стран дальнего и ближнего зарубежья. На церемонии открытия председатель Сахдистской области Раджабой Ахмадзуда поприветствовал иностранных гостей, а также отметил, что регион встал на путь развития после трудных дней, последовавших за обретением независимости. Сахдистская область позиционирует себя как благоприятный для иностранного капитала регион. Выращивание хлопков, фруктов и овощей – это то, чем годами занимались местные жители. Однако сегодня Сахдистская область взяла курс на развитие и расширение промышленного производства. Несмотря на поиск новых решений в условиях современного рынка, здесь не стремятся отойти от традиции. К примеру, одна из участниц ярмарки компания Ковры Кайракума давно заняла свою нишу на отечественном рынке, а сейчас распространяя свою продукцию и в других странах. Компания продолжает древние традиции ковроделов и радует качественные продукции истинных ценителей ковровых изделий. В настоящее время Ковры Кайракума планируют зарекомендовать себя на рынке Средней Азии. В международной торговой ярмарке приняла участие лишь одна казахстанская компания «Стандарт IT-сектор». С 2016 года компания разрабатывает инновационные решения и технологии, направленные на обеспечение безопасности. В ассортименте камеры видеонаблюдения, турникеты, кассовые аппараты и программное обеспечение. Сегодня молодые люди, твердо стоящие на ногах, хотят охватить и соседние рынки. Мы приехали на экспо-2018 в город Худжан, чтобы познакомить народ Таджикистана нашими разработками, нашими продуктами и также заключить договор с компанией «Дород Армон», которая находится в Таджикистане. Ярмарка «Сок-2018» дала возможность сотрудничества мелким и крупным компаниям. Одной из самых больших делегаций, прибывших в Таджикистан, стала делегация Узбекистана. Узбекские предприниматели приехали с четко поставленными целями и задачами. В итоге между предпринимателями двух стран были заключены договоры на 6 миллионов долларов. Помимо этого, между Сагдиской областью и компаниями России и Южной Кореи были подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве. Организаторы уверены, что в последующем к участию в международной ярмарке возрастет интерес и казахстанских компаний. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Алмаз Мусабеков, Первый Карагандинский. В областной детской библиотеке имени Абая прошел литературный вечер известного поэта, члена Союза писателей Казахстана Тыныштенбека Абдыкакимова. В ходе вечера карагандинцам были показаны видеоролики о биографии поэта, а также его выступления. Мероприятие посетил каждый, кто наблюдает за творчеством поэта. За круглым столом участники обсудили книгу писателя, в которой собраны его философские размышления. Имя Таныштенбека Абдыкакимова известно каждому, кто хоть раз интересовался поэзией казахстанских авторов. Известный поэт родился и вырос на родине Абая. Его перу принадлежат множество стихотворений, которые переведены на различные языки. За сегодняшним круглым столом предметом обсуждения для почитателей его творчества стала книга «Алкомардыния». Его произведения «Алкомардыния» выдвинуты на присуждение государственной премии Республики Казахстан. И в связи с этим мы решили организовать вот такой круглый стол, обсудить творчество поэта, поговорить о его таких уникальных произведениях, уникальных стихах, уникального жанра. Лично я, прочитав его произведение, была, знаете, в таком хорошем, приятном мнении о нём, как о поэте, потому что особый дар, особое отношение к стиху. Участники мероприятия уверены, что произведение Танаштекбека Абдакакимова достойно государственной премии. Данная встреча за круглым столом – это признак того, что у поэта много поклонников в нашем регионе. У Танаштекбека Ага есть много читателей среди молодого поколения. Инициаторами этой встречи выступили молодые люди, которым нравится его творчество. Тем самым они хотели поддержать поэта. На сегодняшний день на счету у автора пять книг. Классики казахской литературы, такие как Абишкек Альбаев, Мухтар Магауин и Фариза Унгарсынова высоко оценили творчество Танаштекбека Абдакакимова, охарактеризации давав его как своеобразное судьбоносное явление в казахской литературе. Тухжан Лянов, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин